Поселок Нижний Архив считается астрономической столицей России. Ведь здесь расположен крупнейший российский астрономический центр наземных наблюдений за Вселенной, который располагает крупными телескопами, 6-метровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом РОТАН-600. Астрономы всегда радеют за постройку более совершенного инструмента, который бы помог нам изучить все объекты во Вселенной. И при развитии космонавтики явилось еще одним из слагаемых, чтобы этот телескоп появился у нас, соответственно, в работе. И в 1065 году был утвержден институт, а в 1075 был построен этот телескоп, введен в строй в декабре месяце, и определенные сектора на РОТАНИ. Сейчас тут проходят съемки полнокупольного фильма об обсерваториях России. Под эгидой Ассоциации планетария в России и при поддержке Фонда президентских грантов создается научно-просветительская лента, в которой смогут насладиться не только посетители планетариев, но и школьники, студенты-астрономы, да и вообще каждый, кому интересна космическая тема. Весь материал, который мы здесь отснимем, и в формате 360, и в обычном формате, обычного видео, это все будет выложено в сеть интернет для бесплатного доступа. То есть любой желающий просветитель, будь то планетарий, станция юных техников, дворец пионеров, школа, кружок, кто угодно, они все могут воспользоваться этими материалами для организации уроков, лекций, презентаций каких-то, всего чего угодно. То есть это будет общедоступный ресурс. Одна из главных задач проекта — заинтересовать даже далекого от астрономии человека идеей заглянуть за пределы планеты Земля. Поэтому красивая картинка играет тут важную роль. А чтобы передать всю красоту, нужно и специальное оборудование, и правильная техника съемки. Наша задача — это совместить технические возможности с творческими задумками. Так как фильм для планетариев — это в первую очередь передать атмосферу всего пространства вокруг тебя. Поэтому с помощью сферических линз, с помощью специальных камер, которые состоят из многого количества линз, создаем такое настроение больше. В самой колыбели своего существования человечество тянется к звездам. Астрономия — одна из самых древних наук. А первые попытки познать космос предпринимали еще за тысячи лет до нашей эры. Меняются технологии времена, а человека по-прежнему влечет к звездам. Вот все, что мы видим сейчас, все, что мы видим любыми телескопами, любыми средствами оптическими, радио, гамма, во всех диапазонах, это всего лишь оказывается 4% вещества, которые существуют во Вселенной. И пусть человечество, совершив гигантский скачок в технологическом развитии, уже разрабатывает планы первого межпланетного путешествия, космос по-прежнему остается для нас большой загадкой, разгадать которую, пожалуй, не удастся никогда. Но приоткрыть завесу тайны все же можно. И будущие покорители Вселенной, возможно, начнут свой путь к звездам именно с посещения планетария. Беслан Туаршев, Ливан Задзайм и Архиз 24.